Дина Михайловна вместе с мужем теперь часто играет в карты. Раньше семья пенсионеров предавалась азартным играм, только когда отключали свет. Теперь почти каждый вечер. Маленький телевизор только на антенне, один интер только показывает, больше ничего. Один из центральных украинских телеканалов – это все, что осталось от былого разнообразия. Теперь не поле чудес, не любимых сериалов. Кабельное телевидение в доме перестало работать внезапно. Во вторник обрезали нам кабельное, по всей самолетной обрезали все провода. Я вышла на улицу, смотрю, обрезают. Я думала, сначала они делают нам кабельное. Я подошла к нему и говорю, что вы делаете? Он говорит, обрезаем. А почему? Я говорю, а он говорит, не помирились там чего-то, не знаю. И скрутили эти провода и на машину кинули, то и уехали. Существует два способа прокладки кабельных сетей – подземной и по линиям электропередач. По линиям электропередач – это как бы вынужденная прокладка кабельных сетей в связи с тем, что в частном секторе, в маленьких поселках и городах нет возможности проложить кабельные сети по телефонной канализации. Поэтому они прокладываются по линиям электропередач. Кабельные сети обрезаны на заставе, червоном хуторе и поселке Усатого. Свои убытки операторы оценивают в несколько десятков тысяч гривен. Ведь обрезанные кабели использовать повторно нельзя. Кроме того, нужно учитывать и недополучную прибыль. Ведь за неоказанные услуги абоненты платить не будут. По словам кабельщиков, массовый демонтаж линий производит собственник сетей «Облэнерго». Нам известно о нескольких, о трех письмах, которые были направлены в адрес компании, которая находится в Белгород-Днестровске, в Раздельнянском районе одна компания, и компании «Черное море» было написано письмо. Нам, в частности, предупреждения не было о том, что будут демонтированы кабельные сети. В «Облэнерго» объясняют демонтаж сетей, изменившимися в 2009 году правилами устройства электрических установок, большим количеством самовольных подвесов и проверками из Министерства энергетики. Некоторые договора были выполнены до 2009 года, и они не учли требований вот этих прав. Здесь есть ужесточение в этой части, и в частности, на наших линиях 380 вольт, которые выполнены голыми проводами, неизолированными, запрещается совместная подвеска как линий связи, так и телекоммуникации. Тем не менее, если очень нужно, то можно. Если провести некую дополнительную реконструкцию и подвесить кабельные сети по новым правилам, то «Облэнерго» согласно заключить новые договоры с кабельными операторами. Выход с этого есть. Мы выдаем технические условия сделать реконструкцию этой линии. Мы не можем для провайдеров выкладывать средства, чтобы они могли на наших упорах повесить свои коммуникации. Когда компании смогут прийти к каким-либо договоренностям, неизвестно. Кто из-за чей счет будет заново монтировать уже обрезанные сети, тоже. Об этом Дине Михайловне и ее мужу остается только гадать. На картах.